Сначала приготовим тесто. Для этого возьмем 200 граммов муки и добавим к нему 100 граммов сливочного масла и хорошенько-хорошенько все перетрем. Превратим это все в крошку, затем добавим всего 50 миллилитров воды и хорошо-хорошо вымешиваем тесто. Тесто нужно раскатать, для этого посыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем его в не очень тонкий корж. Понадобится разъемная форма, форму для начала выстилаем пергаментом, а затем размещаем там корж. Закрепляем хорошо стенки, для того чтобы затем можно было заливать крем и корж помещаем вместе с формой в холодильник на 15 минут. Пока тесто отдыхаем, подготовим начинку. Для этого возьмем яблоки, в моем случае 3 штуки достаточно, можно и 4, если они поменьше. Вычищаем серединку и нарезаем на долечки. Далее для того, чтобы яблочко приобрело приятный лимонный вкус, добавляем несколько капель лимонного сока в яблоки и обязательно корица. Яблоки и корица, сладкая парочка. Вынимаем тесто из холодильника, вилкой накалываем, для того чтобы кожа сохранила форму и выкладываем форму яблоки. Я не удержалась и добавила к яблокам еще немного корицы. Корицей пирог не испортишь. И немножечко лимонной цедры. Далее помещаем форму в духовку на 200 градусов на 25 минут. Пока корж выпекается в духовке, приготовим крем. Для этого возьмем 50 миллилитров воды и добавим к ним 150 граммов сахара. Хорошенько перемешаем и дождемся, когда сахар полностью растворится. Как только появятся пузыри, добавляем к сахарному сиропу сливочное масло 50 граммов. И вот уже эту смесь варим до янтарного цвета. Далее добавляем сливки 20% желательно, чтобы они были тепленькие. Вот я их выложила из холодильника задолго до того, как начала добавлять. И 200 миллилитров постепенно вливаем и перемешиваем. Когда смесь слегка охладится, добавляем в нее 2 яйца. Туда же 2 чайных ложки муки и хорошенько все это перемешиваем. Карамельно-сливочный крем готов. Достаем из духовки форму с коржом и с яблоками и крем заливаем сверху. Его как раз столько, чтобы он не вытекал за бортики. Пирог отправляем в духовку на 40 минут. При температуре 180 градусов он прекрасно запечется. Через время он поднимется. Я думаю в духовке его надо оставить буквально еще на минуты 3, для того, чтобы он не упал и далее. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»